друзья всем привет с вами виктория и канал кулинарием и сегодня мы будем готовить вместе пончики без раскатки теста также эти пончики готовятся без жарки получается очень очень вкусно посмотрите мягкое тесто такая приятная немного золотистая корочка готовится все просто из доступных продуктов получается очень очень вкусно такие пончики можно готовить либо в духовке либо в специальном аппарате у меня это вафельница у меня вафельница с разными насадками очень удобно такое приобретение всегда оправдывает поэтому если у вас еще нет приобретите либо просто можно приобрести обычные формочки для духовки для готовки пончиков для приготовления нам понадобится небольшое количество ингредиентов вы их видите на своем экране это 3 яйца сахар растительное масло растительное масло мы будем добавлять непосредственно в само тесто молоко мука экстракт ванили щепотка соли и разрыхлитель и полное количество ингредиентов в граммах я вам оставлю в описании под видео 200 миллилитров молока ставим в микроволновую печь буквально на 30 секунд чтобы молоко стало слегка теплым другие ингредиенты тоже желательно достать заранее чтобы они были комнатной температуры замешаем тесто я буду замешивать обычным венчиком вы можете перемешать обычной ложкой даже или вилкой никаких миксеров не понадобится в миске смешиваем 3 яйца 120 грамм сахара и одну столовую ложку экстракта ванили экстракт ванили можно заменить на ванильный сахар и все тщательно перемешиваем венчиком как бы даже немного взбиваем и теперь подготовим рассыпчатые ингредиенты в 260 грамм муки добавляем 2 чайные ложки разрыхлителя это 10 грамм и хорошо перемешиваем во взболтанные с сахаром яйца добавляем примерно половину молока пол стакана немного перемешиваем и начинаем частями просеивать муку муки может понадобиться чуть больше или меньше уходит примерно 260 290 грамм смотрите на консистенцию вашего теста тесто не должно быть слишком густым и не слишком жидким когда мы вмешали одну часть муки то просеиваем следующую часть и продолжаем перемешивать и затем добавляем оставшуюся часть молока перемешиваем еще раз до полной однородности так чтобы не осталось ни одного комочка а пока я перемешиваю не забудьте подписаться на мой канал жмите на колокольчик чтобы не пропустить новые интересные видео и в самом конце добавляем 60 миллилитров растительного масла перемешиваем еще раз вот такая консистенция у вас должна получиться посмотрите тесто получается довольно жидкая она ни в коем случае не должно быть слишком густым это рецепт либо для формочек для духовки либо вот в таком аппарате можно готовить аппарат нужно хорошо разогреть подготавливаем буквально у меня здесь одна чайная ложечка растительного масла первый раз формочки нужно смазать растительным маслом последующие разы уже их смазывать не нужно диаметра каждого донатса у меня получился пять с половиной сантиметров у меня такие как бы получаются мини пончики ориентируйтесь на диаметра ваших пончик аппарат хорошо разогрелся вот кнопочка стала зеленой также у меня здесь вот такая кнопка с помощью которой можно выбрать степень прожарки хрустящие значит пончики или мягкие и теперь начинаем заполнять с помощью столовой ложки тестом формочки уходит примерно полторы столовые ложки на каждую формочку после того как мы все заполнили закрываем аппарат и ждем примерно одну-две минуты ориентируйтесь на вашу вафельницу у меня с каждой стороны уходит по одной минуте она у меня еще переворачивается я переворачиваю чтобы все хорошо прожарилась с двух сторон готовятся пончики моментально открываем и достаем их достаются они очень легко вилочкой посмотрите какая красота получается и все это очень быстро из таких простых продуктов это отличная выпечка к чаю детки очень любят такие пончики можно вместе с детьми украсить пончики либо шоколадной глазурью либо сахарной глазурью посыпать разными присыпками очень много всяких вариантов а я продолжаю печь свои пончики вот если остались какие-то небольшие подгорелости их можно убрать с помощью обычной салфетки заполняем и продолжаем дальше обжаривать наши вкусные пончики донатсы это просто какое-то чудо у меня из данного количества продуктов получилось 43 мини пончика вот ребенок у меня уже еле дождался схватил пончик побежал кушать а мы присыпаем пончики сахарной пудрой в этот раз мы с сыном решили их не украшать он мне сказал мама хочу просто сахарной пудрой вы же украшаете по вкусу напишите мне в ваших комментариях как вы украшаете ваши пончики пробовали вы уже пончики по такому рецепту а я всем желаю приятного аппетита подписывайтесь на мой канал ставьте лайки заходите почаще всего вам самого доброго и до новых встреч с вами была виктория